Всем привет, друзья нашего канала! Сегодня вечер, пятница. Не знаю, какое число. Какое число сегодня, Юрик? Ходила, ходила. 19-е, похоже. Не знала, куда предкунуться. Думаю, что бы я хотела. Ну, пошла тут по-тихенькому. И начала тут. Нашла в холодильнике лаваш. Валялся неизначально. Давно купила. Фарш стоит. Это я девочки и мальчики. Все, привыкла к девочке. Готовила этот торт мясной. И вот у меня фарш я разморозила побольше. И вот остался и стоит. Думаю, ну надо приспособить. И тут мой муж заходит и говорит, о, а что нам не показываешь, что ты тут делаешь? Ладно, все показываю. Вот взяла фарш любой. У меня смешанный, кстати, курица, говядина и свинина. Я смешивала, мы крутили в воскресенье. Вот, нужно немножечко лука. Смесь бульдуга с носорубками. Я две луковки взяла. Лук уже заметила. До этого все время резала свой домашний. До того тугой. А этот прям какой-то рыхленький. Но надо помельче его порезать. Я буду конвертики из лаваша готовить. И с фаршиком. С фаршем. Мне очень нравится. Тому, кто придумал лаваш, респект и уважуха. Не представляю, как можно жить без этого лаваша. Это вообще супернаходка, надо сказать. Куда только его не применишь. Ой, я по-тихому тут сижу, грущу. А дочи переживаю. Как они там с Алексом? С Бэби Алексом. Я ему говорю. Хай, Бэби Алекса. Он говорит. Хай, Бэби Баба. Быстро, быстро. Перенял уже Бэби Баба. И дочери моей. Ну, матери своей говорит на английском. Она меня назвала Бэби. Ты посмотри, какой мальчишка. Он же мужик, какой Бэби. Бэби я его назвала, видите ли. Она говорит, меня Бэби назвала. Ой, смешно. Не знаю, кто это придумал когда-то давным-давно уже. Что детям нужно дать крылья и корни. Крылья, чтобы они высоко взлетали. А корни, чтобы не забывали, куда вернуться. Крылья-то мы дали дочи. А как грустно-то без нее. Боже мой. Как тяжело, когда доченьки далеко от мамок находятся вообще. Ой, моя когда-то за мной поехала. Так я вот хожу к ней сейчас. Она болеет. Сегодня была тоже, банки ставила. Я говорю, вот тебе еще повезло. У тебя дочь-то рядом. А вот у меня-то далеко. Так, а я тем временем, видите, поболтала. Порассказала вам истории такие. Жигу. Да, и лука порезала. Я побольше лучка. Люблю лучок. Ну, конечно, я его лук с луком бы не ела. Так, подсолим по вкусу. Соломка из 70-х. И приперчим по вкусу. Меня муж любит спрашивать. А, еще добавим кефирчику. У меня баба моя, она всегда добавляла в фарш молоко. В пельмешки, везде. А у меня как-то не было молока. И я взяла, не растерялась и добавила кефира. И надо сказать, знаете, тоже неплохо. А если в водки добавить? О, ну. Юрик вообще у нас далеко пошел. Сразу в водки. А ты ее пьешь? Любитель. Я просто спрашиваю. Ну, можно добавить, почему бы и нет. Добавь возьми. В водки, чтобы кипело в глотке. Ух ты, стихотворец. Ой, как-нибудь точно поделюсь. Тут недавно перебирала бумаги. Коробку нашла и перебирала. И нашла там стихи. Представляете, мне мой муж писал стихи. Мы еще только когда поженились. Да сумасшедший был, писал. Ой, я оборжалась от этих стихов. Это было вообще нечто. Хотел типа Пушкиным стать. Да нет, не то, что стихи он писал. Он писал четверостишье. Я поэт, зовут Светик. От меня вам всем приветик. Мы уже договаривались, что ты поэт Юрик. Мы раньше еще смеялись над этим. Но это вообще нечто. Я думаю, поделиться надо с вами. А, еще когда я родила, помню, Андрея в роддом. В роддом он мне принес письмо на четырех листах. Там что только не писал. Господи. Видеороликов не было, приходилось писать. Чтоб не забыть, что хотел сказать. А еще на Баму и жал мне писал. И стихи, и письма. Ты вообще закачаешься. Сейчас как-то помню все. И, кстати, представляете, у меня некоторые до сих пор хранятся. Ситами раскроешь. Да, на Мадридского двора. На Балтайского. Точно. Уже не в Мадриде. Вот взяла лаваш. Сначала быстренько я их сделаю, а потом пережарю. Вот этот лаваш я на три части поделю. Что мельчить большому куску и ротра. А кому третий? Нас двое же. Ну что ты один, что ли, съешь? Вон я еще сделаю. Ага. Тогда пойдет, да? Сейчас посмотрим. А у тебя что-то кипит. А я-то собаки варю. Сейчас посмотрим, я, наверное... Лаваш, что ли, варишь? Ну прям. Ну ты сказал кипит. Я, наверное, еще мельче даже разрежу. Что-то совсем огромные какие-то порезала. Смотрите. Беру вот, распределяю. Вообще вот проще и некуда. Вот все нам придумали, только готовь. Только готовь. Все наши предки придумали нам. Лаваши, фарши. Что там еще? Ну, тоже можно. Рецепты. Смотрите. Раз вот слепила. Так это у тебя этот... Шаурма получилась? Мини-шаурма. Типа беляш у меня. Мини-беляш. Что-то я, наверное, много фарша положила. Надо открывать, только не в России, конечно, свое дело. По вот таким мини-беляшам. Беляши. То шаурма, а у нас будет беляши. А мне, кстати... Вот я, правда, здесь не видела. А вот в Америке у дочери. У них, знаете, такие... Как они? Мексиканские лепешки. Типа вот тоже лаваш, только круглый. Я, правда, здесь не видела. Может, кто видел, напишите, где, в каких магазинах продаются. Тогда бы можно было просто положить на одну сторону, а второй залепить. Так, например, или кефиром смазать и залепить. И что будет это? Ну, и вот такой большой, как чебурек сделать. А то тут я конвертики... А может, пицца это была бы? А я конвертики тут моздрячу. А так бы чебурек этот был бы. Представляешь? А вот такая. Смотрю, как ты работаешь. Вот я скажу, что не помогаю. Не знаю, как помочь. Подставляйте так что-нибудь. Да ладно. Тебе уже там написали комментарии. Уже меня похаяли, что я не помогаю. А, кстати! Друзья, товарищи, братья, сёстры. Сестры и братья. У нас, представляете, на канал... Раньше, когда мы открывали, ну, YouTube, у нас приходили комментарии. И мы видели, и могли отвечать. Сейчас... А вот они приходили до 23 сентября. Да. Сейчас мы не можем видеть комментарии. Только берёшь, когда видео открываешь, и специально смотришь комментарии. Это я вот чаще всего делаю с новыми. И поэтому отвечаю ещё. А так я не могу ответить. Сегодня доча нам позвонила, говорит, вот так и так попробуйте, там видно комментарии. Ну, я попробовала на своём компьютере. У меня получилось. У Юры не получилось. Всё получилось. Уже это сделал, да? Ну, хотя бы так. А то мы не видели реально. Не знали, что делать. Всё, я открыл всё, что можно открыть. Разрешил. Всё равно приходит, может быть, один-два, а потом не приходит. И то опять приходят непосредственно сами комментарии, ответы на комментарии. Нет, если кто-то лайк поставит на комментарий, мой, например, что понравился, тогда придёт, а так не приходит. Мы расстроились, конечно, по этому поводу, так что вы знаете, что... Если задержка с ответом, то... Мы это, работаем над этим. Мы уже подумали, честно сказать, может, что-то там случилось. Может, нам просто пока отключили, может, в Ютубе что-то. Ну, может быть. Ну, вот я сейчас эти нажарю, а потом посмотрим дальше. Я наливаю масло. Ну, не совсем много. Тут собачки огуречки жарят, видите? Помяточки. Варю. Ну, я посмотрела, кстати. А вот приготовила. Покажи завтра, думаю, может, хреновину или кобру накрутим. Хорошо. Думали, что муж завтра на работу пойдёт. А я же без него крутить-то не могу. Вот. Надо будет завтра переработать вот это всё. Тут уже смотри, как влага испарилась с этих перцов. Масло нагрелось. Юрик у нас бегал, он видео загружает. А я вот сложила, хочу на одну сковородку. Я до минимума убавила. Ну, как можно убавить. И я беляшики-то жарю, пеку под такой закрытой крышкой. Ну, и это, считай, лаваш готовый. Поэтому я под закрытой крышкой. И буду обжаривать с двух сторон. Немного вот подзолотились. Я переверну. Сколько минут пришло? Да не знаю, две, наверное. Две минуты. Две-три. Смотрите, по плите своей. Конвертик разлись. Я аккуратно сделала. Я люблю вилочками переворачивать. Не знаю, с детства у меня это. Раз, два. И закрыла. Раз, два. Перернула. А некоторые. Раз, два, три, четыре, пять. Юрик, хорошо, чтобы не некоторые. Да. Смотрите, показывала же вам. Помните, как занесла этот фикус-то с улицы? Весь его обстригла. Это он у меня в армию уходил. Сейчас он там одыбался. И вот, видите, уже листочки распускает. Короче, он обрастать начал. Вот, видите, какой прекрасный встает. А это вот его боковушка, кстати. Вот отдельно уже растет. Уже раз, два, третий лист выпускает. Теплица росла? Ага. Надо помыть листики, кстати. Ну, помыть надо листики. Я уже их не зажарила. Я и любую сильно зажарила. Сейчас масло на камеру брызнет, и ничего видно не будет. Сейчас мы подписчиком. Видите, какие конвертики? Хоть на завтрак, хоть на ужин, хоть на перекус. Вообще прелесть. Мне так нравятся они. Да хочешь, чем можно делать? Хочешь, яйца с грибами. Ой, села попробовать. Вот, подзолотила до такого состояния их. И невозможно остановиться. Почти весь проглотила. Уж вы мне поверьте, это очень вкусно. Не знаю, как тебе запах? Я-то принюхалась. Вкусно? Пахнет. Отлично. Как к чебуречке. Дашь попробую? Конечно. Мне маленький дай взять. Вот этот? Угу. Ммм. Ммм. Угнерик, мне так нравится, как ты пробуешь. Как первый раз. Обалдеть. Так вкусно. Ну, что хочу сказать, девчонки, мальчишки. Если вам нужен перекус, быстро, на скорую руку что-нибудь. А мне можно сказать? Хотите лайки ставьте, хотите дизлайки. Не забывайте поддерживать, главное, нас. Говори, мальчик. Ну, что можно сказать, девчонки и мальчишки? Если вам нужен мой совет, делайте вот такие. Конвертики. Конвертики. Обалденная штука. Обалденная штука. Всем пока. Пока-пока. До новых видео. Подписывайтесь на наш канал.